Что сделать, чтобы стать лучше? Нет, давайте начнем по-другому. Первый вопрос должен быть таким, зачем вам вообще становиться лучше? Мой ответ на этот вопрос, чтобы не страдать больше, чем приходится. И чтобы другим людям тоже не приходилось страдать. Это самое простое объяснение. Не думайте, что это пустые слова. Если вы не улучшите свою жизнь, вам это аукнется. Аукнется и по-крупному, аукнется и вашим близким. Вы можете сказать, меня и так все устраивает. Но это неправда, потому что на самом деле вас не все устраивает. Вас не может полностью устраивать ваша проблемная жизнь. Когда вам больно, вам не все равно. Вряд ли человек, испытывающий мучительную боль, скажет, да и без этой боли мне лучше не станет. Боль одна из тех вещей, которая наводит на мысль, что без нее ваша жизнь была бы куда легче. Это неопровержимый факт. Так что вам нужно улучшить свою жизнь, чтобы избавиться от боли. И тут может возникнуть вопрос, а как улучшить свою жизнь? Как показывает опыт, ответ на этот вопрос следующий. Осознайте то, что вас беспокоит, и подумайте, как это исправить. Давайте я вам объясню. Приведу вам простой пример и довольно забавный. Представьте себе комнату. Вы сидите в этой комнате, возможно, это ваша комната. Сидите, осматривайтесь и думайте. Если бы я потратил сейчас 10 минут на то, чтобы улучшить эту комнату, что бы я сделал? Не заставляйте себя ничего делать. Просто поразмыслите над этим. И тогда вы начнете замечать, что комната действительно станет лучше, если навести в ней порядок. Например, убрать стопку бумаг, которая вам мешает, выбросить мусор, который уже полгода валяется за вашим монитором, распутать компьютерные провода, да и пыль вытереть было бы неплохо. Если вы просто всмотритесь в пространство, в котором находитесь, вы начнете замечать вещи, которые очень легко исправить. И будьте уверены, если бы вы пришли ко мне на сеанс психотерапии, первым делом мы бы сошлись с вами на том, что вам нужно убраться в комнате. Вы скажете, разве это психотерапия? А я отвечу, это зависит от того, насколько широко вы смотрите на свою жизнь. И добавлю, начните с того, что можете улучшить прямо сейчас. Как бы просто это ни звучало, но если какая-либо вещь как будто бы просит вас ее улучшить, и вы можете это сделать, так почему бы не сделать это? Улучшайте! Если улучшите 100 таких вещей, то и жизнь станет намного лучше. Я часто говорю людям, улучшайте то, что делаете каждый день, то, что считаете рутиной. Подъем, завтрак, поездка на работу, действия, совершаемые на автомате каждый день, но при этом занимающие половину вашей жизни. Люди считают их обыденностью, не обращают на них внимания. Но это неверно. Именно то, что вы делаете ежедневно, самое важное из того, что вы делаете в жизни. Просто задумайтесь над этим, и вы поймете, что это так. Следовательно, если вы внесете сотню полезных изменений в вашу привычную жизнь, вы избавитесь от лишнего, от всего, что портит вашу жизнь. А если займетесь внутренним миром и приведете в порядок мысли и эмоции, направите их в одно русло, вы начнете воспринимать себя по-другому и сможете исправлять более сложные сферы своей деятельности. Но вы можете не знать, как это сделать, пока вам это не надо. Представьте, что вы идете себе по улице и видите алкоголика-шизофреника, уже 10 лет живущего на улице. Он ковыляет к вам и что-то бессвязно бормочет. Это проблема. Было бы хорошо ее исправить, но вы понятия не имеете, как это сделать. Вам лучше найти то, что реально можно исправить. Потому что, если вы начнете решать эту проблему, вы мало того, что не поможете человеку, так и себе неприятностей создадите. Надо понимать, что если что-то и нуждается в исправлении, это не значит, что именно вы должны это исправить. Не надо сразу рваться в бой. Вы же не подходите к неработающему вертолету и не начинаете его ремонтировать. Делать надо то, что вы умеете. А люди ломают голову над тем, что не умеют. И поэтому ничего не делают. А нужно изменить то, что реально можете изменить. Мне нравится пример с комнатой, потому что ее можно улучшить в мгновение ока. Вернуться домой, сесть и подумать. Ладно, сейчас я потрачу полчаса на улучшение комнаты. Что мне делать? Один вопрос. И вы сразу начинаете замечать, что можно исправить. Это отчасти потому, что ваш ум – очень странная штука. Как только вы ставите перед ним задачу, небольшую достижимую цель, он перестраивает мышление под эту задачу. Кстати, именно так работает зрение. Так что разбивайте большие цели на понятные достижимые задачи, чтобы ваши мысли и эмоции работали вместе, давая правильные сигналы телу, чтобы ваши действия были последовательными. И так продолжайте делать шаг за шагом. И увидите, как мир вокруг сам начнет перестраиваться под вашу цель. Вы не заметите, как цель уже будет достигнута. Вот так просто вы можете улучшить свою жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!